Всем привет. Добрый вечер. Сегодня я хочу рассказать про Azure Data Explorer, я кучу, что подключился. Про меня, думаю, больше из моих, кто не знает, как это архитект в центре of excellence в нашем Data Analytics группе. В принципе, мой background – это стандартный, традиционный BI, Data Warehouse, Big Data Analytics, база данных, Cloud или On-Prem. Microsoft Data Platform MVP – нового рода от Microsoft, которая позволяет как раз дать доступ к разных новых штук, попробовать их перед тем, как они у света выйдут и дать фидбэки. Поэтому, в принципе, сижу в Data Explorer, працював какой-то час. Хотел бы как раз про это рассказать, потому что мало кто про него знает. И вообще, он в каком-то выгляде был уже в ажуре, может, кто его в другом выгляде и попробовал, сгадает, что это такое. Я расскажу, начну с архитектуры. Она довольно простая, в принципе, потому что нет прям такой детальной информации про какую-то лоу-левел архитектуру, но она не так важлива. То есть кейсы, где можно использовать какие возможности, какие возможности есть, про Data Ingestion и демо. Значит, Azure Data Explorer — это такой engine, который Microsoft, в принципе, использует в середине очень давно, и он используется в середине для таких сервисов, как Azure Application Insight и Log Analytics, которые потом они переработали в Azure Monitoring. И как, в принципе, из этих сервисов выходит, то этот сервис используется для того, чтобы собирать логи в основном из каких-то стримов и анализировать эту информацию. И делать это в таком реал-тайме и в шатком режиме, так что у вас все складывается в базу, в сторож, и позже дают вам возможность анализировать ее. Когда они ее випустили как сервис, называли Data Explorer, хотя у Microsoft был один продукт, как он называется Data Explorer, и потом стал Power Query. Он был Power Query, потом его переименувал Data Explorer, потом назад Power Query, потому что Data Explorer кому-то сподобалось. Вот. И я сейчас его назвал Azure Data Explorer, хотя это совсем меньший продукт. Так вот, сам Энжин – это сторож, это база данных, в которую можно складывать какие-то реаляйные и нереаляйственные данные, и потом их анализировать. И сам Энжин, как таки, под низом, он использует технологию, схожую на Azure Analysis Services, то есть это Memory Tabular Storage, Call-me-store, такий, который позволяет швидко сберегать данные, и потом их анализировать на аналитичные workloadы, там агрегации, дойны, то, что мы делаем с аналитикой. И они его очень успешно оставили в своих сервисах моніторингу, где они собирали много-багато логов, и потом визуализировали их на дешбордах и алерти, которые там налаштовывали. И поэтому они его сделали паблик сервисом. Завдяки Call-me-store он позволяет очень много данных сберегать, потому что они очень эффективно сберегаются, и декларировали, что терабайты, петабайты данных можно сберегать, и потом их анализировать. Потому что, таки, благодаря InMemory и Call-me-store они очень быстро делаются. Под низом у нас кластер из каких-то виртуальных машин. В принципе, это full-managed сервис, нам ничего не нужно менеджать. Мы просто створим сервис и скейлим его. И скейлить мы его можем как апт, так и аут. То мы можем додать потужность процессорной памяти, потужность самой машины ноды кластера, або можем расширить и вширь додать больше нод и реализовать все это, скидать в workload по нодах. И основной страничь у него, то есть в блок страничь, но на всех нодах есть SSD, то есть для того, чтобы сохранить какой-то кэш и быстро процессировать данные. Ну и все ноды, которые используются, у них много memory для того, чтобы можно было колумстово работать. Такое, что с архитектуры, это используется, в принципе, я дальше покажу какие-то два типи нод. Это компьютер и memory. Компьют у них лучше сопровождение CPU к memory. Это, если нужно, в принципе, объем данных, который работает, он постоянно. Но вопросов, которые много, или каких-то кверик много, поэтому выбираются компьютерные ноды для того, чтобы обработать больше каких-то вопросов, но memory, там, співвідношение такое, что, в принципе, воно лучше держит какой-то постоянный объем данных, а не который быстро растет. Так, тогда памяти может не хватить и нужно будет скейлить. А memory, воно больше для того, чтобы там, кверик не много, но объем данных, он растет и больше становится. И поэтому это какие-то там инвестиги, то есть логи падают, какие-то IT-меседжи, и их нужно сразу, там, там, всякую аналитику делать, амамоли детекшн, або таймсериз, и поэтому используются больше memory ноды. Инжесшн, який ми можем використовувати, это або из сториджа, або из каких-то сервисов стриминга. И тут может быть, там, как IoT-девайси, або сервери, логи сервери из клаудов, або из каких-то сториджей, как даталейк, або блок-сторидж. И инжесстаты мы можем або в DataFactory, або через API вашей аппликейшн, написанной на Python, .NET, або Java, або через какие-то популярные сервисы, есть сбору, стримингу, меседжингу и логстаж, есть плагин под логстаж, есть подкавку, ажурный IT-хаб, ивент-хаб, ивент-грид, там еще дополнительный список великий, из чего можно инжесстаты убить. И можно, как видим, стримингом логить эти данные. Уже пользоваться этими данными можно також, там, або через API, або через какие-то коннектори, которые есть в Power BI, есть в Tableau или C-Sense на Тиме. Можно через ODBC, GDBC, драйвери, под графаном есть плагин. Ну и в самом меже есть Flow и Logic Apps, которые позволяют автоматизировать, там, триггерить что-то и использовать эти данные где-то. В принципе, сама архитектура проста. Еще и вопросы задавайте по ходу. Для чего ее лучше использовать? То есть это не может быть как прямо таким уже, только чтобы инжесшеном его использовать. У нас всегда такой стандартный набор кейсов в наших solutionах. Это самоджесшен, там, эксплореринг даних, препаратрейн и смс-берегание какой-то модели, как Data Warehouse и Storage. То Data Explorer, почему я назвал это? Он лучше подходит для эксплореринга даних, для анализ такого поточного, чтобы посмотреть, что там за данные, найти какие-то инсайты у них. Это для каких-то Data Science, аналитиков, або support инженеров. Мы собираем какие-то логи и нам нужно их сразу анализовать, чтобы найти какие-то проблемы, и инвестируйте эти проблемы и найти какого-то сбоя в системе. В принципе, и в него можно сохранять и, не знаю, каких-то транзакционных систем и анализовать, но это не можно прям так уже назвать и заменить какой-то Data Warehouse. Это не будет кейс для Data Explorer. Это больше для какого-то там... ...збору даних из сенсорей, збору даних из логов и потом это все швидко проанализовать. В принципе, позиционируется он, в принципе, аналог Elasticsearch для того, чтобы индексировать, збирать на реляционные данные и индексировать их и потом шукать на них сейчас. В принципе, это основная задача Data Explorer. Извини, можно вопрос? Да, да. Больше как Elasticsearch или больше все-таки как Kibana, которая предоставляет интерфейс и работает поверх Elasticsearch для... Ну, Kibana... Ну, Kibana — это же UI, правильно. Data Explorer — это не UI. Окей, есть Elasticsearch, Elasticsearch, Elasticsearch и Elasticsearch. Ну, можно сказать так. Окей. Ну, я дальше покажу, какие у него возможности там есть самого UI. Но больше как Elasticsearch, потому что он сохраняет данные, позволяет их индексировать и потом ковырять. То есть у своих возможностей, чтобы инжешина у него нет. Ну, кроме того, с Storage. С Storage он может сам, там, можно триггануть инжешин. Но ему все равно нужно какой-то инжешин. То есть Logstash, то есть Kafka или еще что-то такое. Это додатковый сервис. Все-таки, если говорить про Elk, то нам нужно еще два компонента — это какие-то инжешины выбрать и с UI. И тогда можно назвать это таким самым заменой. Ну, поэтому, в принципе, все, что используется для сбора и анализа логов — это как раз будет аналог для Adlet Explorer. Ну, один из таких, для чего я его часто использую — это как раз такий стриминг-анализ. То есть у нас есть какие-то там стриминг-логи, и оно все идет або через IT-хаб, а это какие-то девайсы, або через Event-хаб, а это у нас сервисы, аппликейшени. И в Azure есть еще такой сервис, я скажу, Stream Analytics, который, в принципе, делает то, что как Kafka SQL. То есть у него держатся какие-то данные, а там уже можно писать на SQL клерки, которые будут там джойн-интегрировать стримы и даже делать какую-то аналитику, потому что есть интеграция с Machine Learning функциями, можно сразу найти какие-то там аномалии и отправить это на дэшборд напрямую. И то, что партнеры Microsoft уже сделали существующие солюшены, то они использовали такую связь. Это уже Stream Analytics, который там стримал сразу на дэшборду, а потом у него там и другой output, он сохранял все на Azure Data Explorer для того, чтобы потом можно было инвестировать какие-то там, что на дэшборде выставить, и потом они там еще дальше из этого используются по-разному. Одна из таких систем была, это в Европе они Bosch вместе с Microsoftом сделали, на хайвеях следует, кто едет не в той стороне. Я так перераховала, что много случаев того, что люди на хайвеях заезжают, они на выезд заезжают там, или еще мы в той биг повернули где-то, и потом авария. И они там поставили сенсоры, которые следовали как раз, что машина не туда едет, и оно сразу шло через engine, и там ALERT не было. Ну и там много разных таких аппликаций. В середине еще Microsoft появился сервис менеджери Securety. Я не помню точно назву, но это что-то как лог аналитикс, в принципе, развитие мониторинга, но он больше на Securety заточен. То есть он собирает все с нетворка, с нетворка, с Azure, с Data Active Directory, и из каких-то таких инцидентов, там что-то впало, или какая-то атака идет. И он это собирает в Data Explorer. А поверх этого они сделали сервис, который надает ноутбуки на портале, сам дашборд, и плюс ноутбуки додатково, которые позволяют найти, увидеть какой-то там инцидент. Там он создает автоматические инциденты, потом там Support Engineer уже видит тот инцидент, и может там дайвить, что какие ивенты были причиной этого инцидента, потом дайвать в каждый ивент, и потом найти, что там на какой-то машине доэкспировался паспорт, або там кто-то пытался порт разломать, або кто-то открыл этот порт. И там таки степ-бай-степ анализ идет, и под названием он использует как раз в Data Explorer, он дает функциональность наступного, что он может там анализовать таймсериз данные и метрикс, у него есть набор функций, который позволяет это быстро делать, делать какой-то вендоуинг по таймсериз, и найти какие-то паттерны в том, чтобы задетектить какой-то ивент, который аномальный для этого стрима. У него есть текст-серч, то есть можно уберегать, например, джейсони или тексты, он будет искать, а в середине он использует реверс-индекс для этого, и этот индекс также шардаются, данные шардаются, на каждый шарт есть индекс, и, в принципе, это как он перформит, он разбивает данные на чанке, и потом выкористовый пошук, у него есть загальный дикшонарь, то есть он знает, в какой шарт надо полисать, чтобы что-то шукать, и потом шукает по индексу в шарде. Мульти-дименшинал решинал аналитикс, как я сказал, scale-up, scale-out, мы можем в два боки скейлить его, машин-жерон экстенсибилити, то есть он классификацию, категоризацию не может делать, есть функциональность, системы аномалии, здесь находить, это установлена функциональность, которая позволяет сервисам, вики-по-верх, выкористовывающие, вверхи, найти там за какой-то промежок часу, какую-то аномалию, або найти все ивенты, которые могли быть причиной какого-то инцидента. Low-latency-adgestion, там стрим, стрима колоди-аджища, это у него там low-latency, мы можем легко менеджировать схему, для нас это выглядит, как обычная база данных, всякие там команд-лайни, всего-иншого, все через UI-ку, это данные менеджаются, компрессия, индексация, там был column-store, он компрессирует, и реверс-индекс выкористовывается, можно иметь как хот и кол-данные, которые у нас в самом кластере-мемори, и установить ретеншин этих данных, чтобы истеричные данные будут там уберегаться на сторожи, уже не на SSD, а на блок-сторожи, для того, чтобы меньше мемори займать. Это основные функциональности. И Data Ingestion, там очень много функциональных, каких-то коннекторов и плагиней, за помощью которых можно инжестировать. или это Data Factory, там можно перегонять, какие-то коннектори, плагины и плагины, это в основные основные программы. Матик интерфейс можно было через C-Sharp, Python, JS, Java. писать сам сервис. В принципе, клиенты через API-ки можно BI-tools в коннекторе, там уже есть коннектори до Data Explorer, по API-таблоу, CSS, Excel, або через ODBC, GDBC, как бы звичайная база данных. И потому, что как в принципе Data Explorer использует и TDS протокол, то можно подключить себя за допомой с SMS або Azure Beta Studio, SQL Server Management Studio, подключить себя как до SQL-базы и теж квариаты в API-кверхе. Все основные клиенты. Ви можете в принципе безкоштовно играть с этим. Microsoft можно через Log Analytics там будет демо-база с какими-то логами сервисе Azure, там можно покорять его. Application Insights в принципе они похожи. И есть две демо-базы, которые Microsoft использует на разных конференциях, поэтому с нами можно играть. здесь есть GitHub данные. И есть там такая сэмпл-база, где есть стороны ивенты по такси с Нью-Йорк с Нью-Йорк и додай на портале. еще еще одна функциональность я скажу, это они в превью пока выпустили. есть сервис как DataShare, который позволяет с партнерами или кастерами шарить ваши данные с блок сторожей, Data Lake, Azure Data Warehouse, SQL DB. Вы выбираете какую-то таблицу или базу данных и шарить для этого клиент. Клиент может додать себе базу, это будет как экстерном таблице, и он может ее кварировать. Они в превью додали возможность шарить датасеты с Data Explorer с клиентами. Мова, которая используется в Data Explorer называется Custo. Она в принципе SQL подобная и легко ее начать использовать. Когда вы создаете кластер, как я сказал, одна из функциональностей, которая мне понравится, это можно застопить ваш кластер, чтобы платить. если вы занимаетесь анализом великой количество данных, не стриминг, а у вас просто логи там собираются, потом нужно их процессировать. В процессе на 2, 4, на 7, тогда можно стопить, чтобы за компьютер ресурсы не платить. что мне в сервисах репут нравится, что в каких сервисах есть такая возможность стопить. Скеллап выбирается потужность виртуальной машины, ноды самой, что вам нужно. и scale out это сколько у вас инстанций можно скелить. Можно мануально, можно автоскелинг поставить от перформанса. Конфируется. Streaming Ingestion треба по дефолту он disabled, треба его сделать для того, чтобы можно было стримать в low-latency стриминг и в принципе он не поддерживается в каких-то типах нод. В девелопер ноде не поддерживается и в каких-то нижчих треба что-то более потужнее. На 2 CPU не поддерживается нужно 4 что-то есть дев нода для того, чтобы нет сла но она дешевая чтобы попробовать что-то. И когда нам нужно первое создать базу может быть несколько мы там вказуем наш retention период и сколько кишевать в memory данные терматы и после того мы можем создать таблики инжестить данные и инжестим мы можем убить либо с блок сторожей или стримингом ну и чтобы створить таблицу мы используем синтакс на SQL схожи просто create table и список полей с которыми можем и тогда у нас в SQL есть база в metadata management можем это и для того чтобы створить инжестин нам нужно сделать маппинг например если мы из JSON инжестим нам нужно сделать JSON маппинг такие мета данные которые будут сказать как нам парсировать и маппировать это все на наших полях в таблице после этого мы можем посмотреть какие у нас есть маппинги и после того можем сделать инжестин инжестин из storage мы скажем что инжестин то у нас табличку и потом шлях до какого-то файла або блок строчек контейнер где у нас данные зберегаются и вказуем наш маппинг все данные за инжестин и мы можем их квали брать можно сикл какие самые импорт можно сделать через интерфейс то у нас у нас у нас у нас есть data ingestion и тут мы можем строить постельный data ingestion где мы можем выбрать еще данные с блок и мы вказываем на каком блок у нас сберегаются в какую табличку в какой формат данных и в принципе маппинг если потребуется если у нас какой-то JSON что-то сложнее нужно распрасить если у нас есть стриминг то мы можем строить Event Hub там был IT Hub Connector и тут показать что нам для этой базы там мой Event Hub и с какой-то consumer группой я там складываю тест-маппинг тест-таблицу и у меня есть готовый application который connectится до моего Event Hub и там стримает данные и они складываются мою табличку в принципе там через какой-то час у меня начнут заявляться мои данные в моей тестовой таблице я уже запускал я уже запускал цей процесс и через Event Hub или если у вас Logstash плагин то он будет напрямую в таблице складывать данные то в принципе если данные есть то мы можем их открыть и я сказал этот синтакс кустов он очень простой для для select нам не нужно select написать назву таблицы и это будет как select это моя таблица с данными моими которые тоже держались это с блок сторожей я завантажу и далее по складности там все другие команды они через pipe пишутся просто аккаунт если у меня там одна филд то я могу через extend достать какое-то поле с него так это как топ 10 моих рекордов более сложнее там можем агрегацию делать суммарайз какую-то аналитику там наша агрегация умовы вставлять делать проекции как select выбрать какие-то поля которые нам интересны я вижу только поля которые мне нужны ну 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 больше так вкверяется в принципе очень легко вивчити эту умову потому что она очень схожа на SQL или что-то подобное и в принципе кроме того как вкверяется таблицу мы можем даже в самому UI смотреть визуализации мы можем там как в таймчарт или в тейбл и как раз для explorer какой-то возможности анализировать данные можно прямо в самому UI через такие визуализации в принципе схоже как мы в Python даже в Plot пишем визуализации так и тут саму мы можем сразу посмотреть аналитику тренды это один способ как подключиться в принципе с самого сервису UI я я перепрошу еще раз как ця мова называется кусту вот так кусту ql это 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 они все пытаются написать подобное просто я не знаю может они какой-то фреймворк пишут вы используют вы позволяет то в этой моей есть интеллисенс легче было там 600 рекордов по 300 что вставляет можно изменения украсить помешковые и казах таймсерий анализ работы там можно створить свои функции для того чтобы потом перевык использовать их это являются функции и потом я их могу пользоваться для того чтобы надо возможность подключиться с bi to leave або с Data Studio Azure Data Studio або ССМС нужно не забывать дать доступ к базе каких-то перемещений и это надается через такую команду как Database Table можно дать и тогда нужно знать эту одежку Active Директор через яку коннектиться после чего мы можем использовать BI какую-то через BI я подключился и я могу визуализировать и в BI для этого есть коннектор для кустов то есть Data Explorer и там я просто вказу базу вказу кластер базу и табличку до которой подконнектиться там аналитик может анализовать и визуализовать если недостаточно тех возможностей визуализации которые в UI есть есть отдельный также Data Explorer и здесь можно добавить свой кластер и это тоже будет UI для того чтобы анализировать это то что я сказал как раз кластер демо с GitHub и где можно больше данных завантажено то там в GitHub и в ивентах остается несколько миллиардов рекордов поэтому можно подавиться у нас трошки больше миллиарда рекордов и в принципе оно меньше чем за пів секунды опрацювало потому что в принципе там и кластер нормальный стоит вот и тут вы можете уже поратиться там с большим объемом даних и с большей возможностью анализа данных уже больше и еще sophisticated анализы тут можно так табличок больше у нас можно уже join с другими табличками для того чтобы проанализовать их поэтому в принципе позволяет делать точку и все коли делать для анализа и для очень легко начать использовать можно использовать как я сказал в ваших ноутбуках есть Python модуль который можно подключить або ваш локальный Jupyter ноутбук або там какой-то сервис Microsoft и Azure Notebooks в принципе надает Энжин Jupyter и можно окей где в принципе этот модуль уже заимпорчен так ноутбук вы можете зааплодить такие экстенции, в принципе, кусту-квери-language, magic, и после этого вы можете уже вказывать тип клей, что это кусту-квери, и подконнектитесь до какой-то базы, даже до той фрешной, и потом уже квалификации в ноутбутице. И за таким принципом мы как раз сделали сервис, який Сентинел, Azure Sentinel, который позволяет вам анализовать секьюрики по Azure и предотвращать все инциденты. Так позволяет визуализацию делать. Фрэнси. 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 Это мне не дает. Чтобы подключиться к другой, там есть демо GitHub, и есть еще база Help. И в базе Help даже есть возможность играть с экстерными таблицами. Можно создавать экстерную таблицу, которая смотрит на данные в Blob Storage, до Data Lake Storage, в Azure, и квалификации те данные, которые, в принципе, имеют колт, и они там лежат, и вам, в принципе, нужно их просто проанализовать, и за какой-то час аномалии познаходити, або паттерны. То это уже больше не реал-тайм анализис, а инвестегейшн. И тогда безпрофесс это партиционировать, чтобы у вас данные более гранулировали, сохранялись, если много логов, то хотя бы по годинам тоже были. И тогда уже, если вы коваряете использование фильтром, то он будет понимать партишенинг и будет быстрее. Потому что если я просто коваряю эту табличку в МПС за какой-то самую, то оно там будет долго выполняться, там много данных лежит. А, в принципе, с фильтрингом оно быстрее выполняется. Можно видеть там статистику по самому квері, по навантажению. И тут, в принципе, можно погратися в этом серии с функциями и машин леарни функциями тоже можно погратися. То есть какой-то разумной фильтрации, чтобы найти какие-то там АГЭПы в нашей тайм-серии, або регрессийный анализ. То есть есть додатковые специальные функции, которые нам позволяют, в принципе, какую-то тайм-серии с аналиткой автоматически сделать. Легче сделать, не нужно писать свои математические функции, чтобы работать. Сезонный анализ, выберите. Какие-то такие вбудованные функции, которые нам позволяют идентифицировать какие-то аномалии, або сбои в нашей системе анализующие логи без того, чтобы там писать что-то свое. И потом это можно интегрировать, в принципе, где угодно. Аналитическую тулу. Аналитическую тулу. Аналитическую тулу. спускалась Все. Что-то, 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 что-то изменилось. Скажу, такие очень много машин Леонина, вот МСС-функции уже вбудованных, каким вам дозволяется и анализ делать. Какой-то. Что вы там купаете? МСС. Прямая новая. Прямая новая. Перестворивала, может, фейполя. Мабуть, ну вот так, перестворила таблички. Ну, кластер семпла. Мабуть, под какой-то демо что-то модифицировали. Окей. Хочу показать еще, можно ввести заграфанную. спи, спи локально. ввести заграфанную. Ввести заграфанную. Ввести заграфанную. А сейчас ввести заграфанную. То есть, заграфанную. Да, да. Позволил И в дашборде написать кверку на кусту, и она понимает, что я дам коннектор для своей базы, и она мне позволит писать просто кусту кверки и визуализовать на графане, если мне понравится больше этот инструмент, або я уже использую и могу построить свои дашборды тут. И, как я сказал, можно использовать через Data Studio, або ССМС, подключиться до... Тут вы просто використовываете коннектор type SQL Server, ActiveDirect и аутентификация, вказываете базу и ваш кластер. После этого вы можете подключиться и писать тут уже на звичайном SQL. Токен заэкспираюся. Сморты. Коннектор здесь. Так. 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 Я можем подключаться и звиться. Крэш. И... Следующее, что я хотел показать, это это sharing. Если вы хотите расшарить свой анализ с клиентом, или с партнером, для которого вы сделали какую-то... Сбираете данные и потом вы эти данные шарите с кем-то для анализа, то можно использовать дата-шарер. Дата-шарер, но сейчас он в private preview, поэтому вам нужно... Public preview. Вы можете заполнить форму и запросить доступ. Вы создаете просто какой-то sharing. И если будет снапшот, то это вы шарите какие-то дата-сети, блок-сторач или сиклл. Если подписывайтесь, вам активируют доступ до этого public preview, то у вас будет in-place еще. И тогда здесь можно добавить Azure Data Explorer. И можно выбрать, какую самую базу вы хотите расшарить. После того, как расшарить... Например, я сам себе расшарил эту базу. Но здесь вы можете добавить email вашего партнера или какого-то использователя, который вы хотите расшарить. После этого он может зайти на свою подписку. И можете зайти на свой шаринг. На email приходит invite, он его активирует, и тогда здесь появляется активованный шаринг. И для того, чтобы начать использовать, я должен его замапить на свой кластер, который у меня есть. И просто... Просто... Свой... Для этого он у меня появляется как внешний, и я могу его тоже карти. Так... Частина даних даже пишется на моем, но данные не копируются на мой кластер. Они все-таки лежат на моем первом кластере и не мовируются сюда. Это просто как сим-линк. Они ожирят на моем первом кластере. В принципе, это можно на локальном тоже делать. Надо скачать будет Python-модуль, но на вашем локальном сервере или на локальной машинке на localhost тоже можно. Замапывайся, может быть, если кластер и побачьте. Побачьте. В принципе, мы можем. Субтитры создавал DimaTorzok Можно задавать пытание, в принципе, зарастание. Пытание я. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я не знаю, я хотел, потому что ты сейчас делаешь. То есть ты видишь... Алло, мне слышите? Да, слышите, слышите. Да, ты выходишь, ты сейчас видишь таблицы слева в браузере, но ты не можешь их селектить, а уже можешь, да? Ну, это я добав в perform, это другой класс, на котором я вижу. Теперь я могу. Как бы разшарив, а доступу не надав, потому что у меня тут была помощь. А, то есть у тебя появление на view метаданных было, но ты не мог их селектить? Да, да. Надо на самой базе еще надавать доступ. Да, зараз, это модно. А можно расшаривать? Ну, допустим, вот у нас есть какой-то источник данных, я не знаю, там MS SQL или там в Cosmos Daily мы что-то подняли, так? Вот мы там сделали какие-то преобразования, там настроили инжест процесс, все, а клиенту получается отдавать как сервис расшаренный вот этот вот датасет, ну, допустим, через Power BI, то есть у него есть своя подписка, свой аккаунт, мы расшариваем с этим аккаунтом вот этот вот датасет и, ну, как бы предоставляем данные как сервис. Это можно, да? Да. Можно. Вам просто тоді треба буде, ну, якщо вони свої Active Directory выклестовують, вам треба буде B2C, тоді интеграцію зробити на ревне Azure Active Directory, ну, и тоді просто назначити им доступ и все. Угу. 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 У тебя доступ до… Угу. 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 то цей додаток до Data Explorer вообще нет в Public Preview. До всех бас-данных, я показывал Snapshot, в том же FGA можно использовать. Для Data Explorer они только в Public Preview, в этом можно заполнить, в принципе он швыдко на дарит доступ. Мне вчера они дали доступ, включив эту тему, десь 2-3 дни заняло. Окей, всякие питания. А вообще, в общем, не про Data Explorer, а взагалі. В AWS есть Asyna, и там есть каталог данных. Проблема в том, что в каталог данных можно подключить, допустим, Redshift, S3, но из Asyna нельзя делать join и таблиц, которые находятся в разных сервисах. А в Azure есть подобный сервис, который бы позволял такое делать? В принципе, Databricks, может быть. Databricks. Databricks? Да, через Databricks. В принципе, нет. Так что, если тут можно, то, в принципе, снова-таки, external таблицу на storage, но тут нет external таблицы на какой-то реляционной, поэтому не выйти. Можно там, або C-storage, або в блок-storage rejoin-ити. Но то же самое можно сделать и в SQL Data Warehouse, и там тоже rejoin-ити. Мне кажется, если в Databricks просто поддать все, то там можно rejoin-ити все разумно. В Databricks есть там какой-то такой каталог данных? Ну там во внутрешний Spark Data Warehouse, ну Databricks – это же Spark, да. Ну там внутрешний Data Warehouse, и можно там строить себе hype-каталог. И через него. Ну, Майпесо зараз робить Data-каталог V2. Ну, есть Azure Data-каталог, но он там очень простой, и он, как бы не позволяет там все менеджировать. Но V2 там будет больше возможностей. Будем ждать V2. Ну да. Он сейчас private preview, в принципе, вбазованный на Atlas. Угу. Там больше возможностей будет такого. Ну, Databricks тоже будет соусси для этого. Пока такого сервису нема, можно дополнить в этом году. Я думаю, что это будет создание. Возможно, это будет создание. Согласен, дякую. Все питания? Еще питания мало. Ой! Сожжай, еще одно. То есть это Data Explorer? Это просто для Data Explorer 3 анализа. у него нет какого-то API. То есть у него только есть веб-интерфейс, с которым мы можем взаимодействовать. Есть REST API. REST API або client через там, якийсь C Sharp, або там Python, Node.js можно подключаться. Это не просто тик UI-ку его використовувати, або якийсь там тулы для анализа. Можно его интегрировать с іншими сервисами. Такое, хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, как я сказал, можете выкористовывать фрешные базы, для того, чтобы покремиться, спробоваться еще програтися с ним. Еще вопрос. Ну, вот в этот, в GCP, у них же там есть тоже не три факта, ну, что-то подобное. Data prep. это тоже для exploratory анализа. Вот так. То бишь на такие data-runsing, сказал, но он не очень подъедет, для исторического анализа он подъедет. А вот, если то логи падают, и нужно все это анализовать, чтобы найти какие-то аномалии, и все это, иначе. Я бы не сказал, если там что-то такое есть. Ну, это уже больше такое уручное, если тут есть какой-то... Так, так. Теперь надо, ну, BigQuery, возможно, что-то можно было бы, если туда стримать все, и у него есть ML-функции, то что-то можно, но он же не визуализирует, он там все равно такой дата-лап какой-то, что-то прикрутить, чтобы визуализировать. Какой-то более удобный, чтобы все поряд. Мне нравится, что они это сделали на Callum Story. в Мемори. Все. Почти он тоже швыдко. Здравствуй. Еще будут еще питания посидеть у моего. Дякую. Да, будь ласка. Абус кайп. Это бы не емный скайп. Окей. Доброе место. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...